AMD RX 5500 XT имеет все шансы стать народной любимицей в категории среднеценовых карт для игр в Full HD. Это новая 7-нанометровая архитектура Navi с поддержкой PCIe 4.0 и с современной быстрой памятью GDDR6. Доступна карта в двух вариантах на 4 и на 8 гигабайт, и первую можно взять тысяч за 12-13, а вторую за 14-15. Но вот если честно, на мой взгляд одна или там полторы тысячи рублей не стоит того, чтобы из-за нехватки памяти потом постоянно снижать сглаживание и настройки. Уже год назад 4 гигабайт было мало даже для Full HD игр, а в ближайшие два года и подавно. У меня на руках карта от Гигабайт, вариант Gaming OC на 8 гигабайт, и обойдется она вам примерно в 220 долларов за рубежом или в 14600 рублей у нас. Ну а из 8-гиговых моделей компания Гигабайт стабильно радует ценовой политикой, и на рынке по соотношению цена-качество они одни из самых привлекательных. По характеристикам ближайший конкурент из тона зеленых это GTX 1660 Super, но она стоит на полторы тысячи рублей дороже, поэтому по цене ближайший аналог это обычная 1660. У нее 6 гигабайт памяти, тем более более медленный GDDR5, но зато шина памяти здесь шире, 192 бит против 128 у AMD. Ну и тут по цене на примере одинаковых моделей Gaming OC они почти полные близнецы. Поэтому в этом видео мы посмотрим, что умеет 5500 XT в исполнении Гигабайт Gaming OC, ну и в паре игр сравнимые с GTX 1660 по производительности, температурам и энергопотреблению. По исполнению здесь все такое же трехвентиляторное охлаждение, как и у предыдущих поколений. Бэкплейт здесь пластиковый, как и кожух, поэтому тепло он дополнительно не отводит, но зато все равно защитит карту от ваших кривых ручонок с отверткой. Внутри радиаторы с трех секций, которые соединены двумя теплотрубками и они напрямую прилегают к чипу. Радиатор тут отводит тепло и от графического чипа, и дополнительно от чипов памяти и от зоны питания. Она тут семифазная, 6 на чип и 1 на память, и используется нормальный хороший контроллер IR35217. Вообще нужно отметить, что карта довольно габаритная для своего сегмента, 28,5 сантиметров в длину, но вообще сейчас даже недорогие корпуса типа Zalmanov там за 2-3 тысячи вмещают карты по 33 сантиметра, так что не думай, что это большая проблема. Но учесть стоит. В общем и целом по исполнению здесь все на твердую 4 с плюсом, и никакого пискодросселя, о которых кто-то писал в отзывах там на маркете или в ДНС я не услышал. Причем как при высокой частоте кадров, как в меню например, где наиболее часто проявляются пискдроссели, так и просто при загрузке в играх. На автоматических оборотах в играх карта раскручивается в среднем до 1200-1400 оборотов. Ну и как вы только что убедились, работает она при этом довольно тихо, и максимум 41 дБ в полуметре от открытого корпуса, я думаю это более чем подтверждает. Ну а теперь давайте глянем, что она умеет в современных играх. Трудилась она в дуэте с таким же народным процессором Ryzen 3600X и 16 гигабайтами оперативки Patriot Vipers с частотой 3600 МГц. Драйвер был последней версией 21.1, и AMD кстати здорово обновили интерфейс, теперь в меню самих драйверов можно управлять почти всеми настройками карты. Здесь можно отслеживать загрузку системы, менять алгоритм буста частот карты, управлять разгоном, охлаждением, короче почти всем. Из всего этого я только отодвинул пауэр лимит на максимум плюс 20%, ну и так карта будет чуть меньше сбрасывать частоты. Ну и первое Detroit Become Human полностью ультра настройки в Full HD. Получилось в среднем 40-50 фпс, но игра по-прежнему фризит, как и на старте, так что здесь поможет только лог на 30 фпс. Red Dead Redemption 2. Здесь уже пришлось поковыряться в настройках, ну и как бы не хотелось жертвовать качеством эффектов или текстур, но это все-таки среднеценовая карта, плюс довольно тяжелая игра, поэтому снизить пришлось немало, но это в основном тени и все, что там не так сильно влияет на графику. Остальные настройки либо на ультра, либо на высоких. В итоге в остроенном бенчмарке получилось выжать в среднем 44 фпс и ниже 30 игра не проседала. Ну и на таких настройках используется почти 5 гигабайт видеопамяти и это еще API Vulkan, а на DirectX 12 будет еще больше, плюс это не самые высокие настройки. Ну короче это к слову про 4 гигабайтные карты в 2020. В BF5 я выбрал DirectX 11 и высокий пресет настроек. Ну и как видите, даже на такой среднеценовой карте можно в целом кое-как претендовать на киберспортивность Full HD. Не идеальные 120-140 фпс конечно, но вот где-то рядом. В этой игре карта на автоматических оборотах не прогрелась выше 65 градусов и вентиляторы при этом большую часть времени работали на 1000-1300 оборотов. Ну и теперь давайте сравним ее с ближайшим соперником по цене в лице GTX 1660. Ну и для чистоты эксперимента я выбрал тоже оформление Gaming OC с тремя вентиляторами с почти таким же охлаждением. Ну и первое у нас будет новое Call of Duty. Игра не сильно требовательная, поэтому я снизил только тени до средних и мыльное сглаживание убрал вообще. Остальное все на ультра. Для сравнения в двух последующих играх я вручную чуть ускорил вентиляторы, как я это обычно делаю в Afterburner, ну и вывел мониторинг энергопотребления карты. Ну и первый тест здесь не в пользу красных, и обычная 1660 тут выдает в среднем на 5-10 кадров больше. Через несколько минут игры обе карты разогрелись до одинаковых 60 градусов, но для GTX 1660 потребовались меньшие обороты для такой температуры. Метро Exodus. Здесь ультра просад, эффекты Nvidia отключены и теселяция включена. Тут нагрузка на карту уже куда больше, поэтому FPS поменьше, но в процентном соотношении разница примерно та же. 1660 показывает в среднем на 3-5 FPS больше. Ну а в плане работы охлаждения и ее эффективности результаты получились очень близкими. Ну что тут можно сказать? Остается надеяться на волшебный потенциал карты AMD. И в целом на примере прошлого поколения, тех же RX 580 и GTX 1060, он как помните сработал. Не сразу, а там через полгодика, через годик, но все-таки сработал. Ну а пока, учитывая почти одинаковую цену, 1660 кажется чуть более выгодным приобретением. Да, у нее чуть меньше памяти, но на тех настройках, для которых эти карты годятся вообще для комфортного геймплея, 6 гигабайт вполне хватает. Если сравнить с предыдущим поколением, то сейчас в играх RX 590 выдаст чуть лучшую производительность при почти такой же цене. Но это предыдущее поколение, и поэтому она потребляет куда больше энергии, а это значит больший нагрев и нужен более дорогой блок питания. Но в плане качества исполнения у гигабайт здесь пока без сюрпризов. В хорошем смысле. Карта хоть и относительно длинноватая получилась для своего сегмента, но зато в играх она греется до 55-60 градусов, ну и в самых прожорливых там до 65. При этом на автоматических оборотах она довольно тихая, и писка дросселей, по крайней мере в моем экземпляре, не было. Если понравилось это видео, заходи на мой канал, там еще много интересных обзоров, ну и до встречи в новых видео. Всем пока!